В середине 30-х годов прошлого века финские геологи нашли в этих местах никель. Тогда здесь жили саамы, коренные обитатели этих мест. А территория принадлежала Финляндии, правительство которой довольно быстро наладило добычу ценной медно-никелевой руды. А на землях саамов построила рабочий поселок Колос-Йоки. С тех пор тут многое менялось. Руду добывали то канадцы, то немцы. А с окончанием Второй мировой войны столь необходимый никель стал советским, дав новое название бывшему финскому поселку и обеспечивая работой тех, кто приехал сюда вместо выселенных финнов. Так было до декабря 2020 года, когда крупное, но вредное производство плавильный цех, сильно беспокоивший норвежских соседей, закрыли, оставив никель на перепутье. То ли обзавестись каким-нибудь новым производством, то ли превратиться в экологически чистый туристический центр. Но местных жителей такой выбор, кажется, не устраивает. И многие спешат продать жилье в никеле и переехать туда, где жизнь хоть как-то, но уже устроена. А выбор сделан за них. Зимнее путешествие по северо-западным окраинам России, конечно, очень романтично, но не обещает нам легкой прогулки. Совсем близко бушует суровое Баренцево море, задувая крепкими ветрами и засыпая нас снегом. По трассе Кола мы едем из Мурманска в сторону российско-норвежской границы, в поселок Никель, сквозь темную мглу снежной полярной ночи, из-за которой наша поездка растягивается на долгие утомительные часы. Издали, насколько снег и полярная ночь позволяют увидеть, Никель напоминает скорее маленький город, чем поселок. А красно-белые заводские трубы, будто маяки, указывают на расположение крупного предприятия. Здесь почти полторы сотни многоэтажек, некоторые из которых стоят еще с финских времен. Есть супермаркеты, кафе и рестораны, а на площади у местного дома культуры стоят Дед Мороз и Владимир Ленин. Трубы плавильного цеха горно-металлургического комбината, теперь уже тоже ставшие памятником, видны в никеле отовсюду. После войны завод отстраивали заново, из-за того, что отступавшие с финской провинции Петсама немцы взорвали все промышленные корпуса никелевого производства. И комбинат, теперь уже в Печенском районе Мурманской области, вновь стал производить никелеметь. До конца 2020 года, когда огромные печи плавильного цеха были остановлены. Как говорят местные, будто сердце никеля вдруг перестало биться. Люди стали уезжать. Работать нигде. Говорили, и то настроят, и то настроят, и вообще не знаю, сколько всего настроят. Да ничего нигде нет. Только закрывается. Квартиры вообще стоят копейки. Вообще не продашь ничего. Она живет в поселке больше полувека и застала еще те времена, когда даже работавшее здесь огромное предприятие не доставляло местным жителям больших хлопот. До тех пор, пока сюда не стали привозить на переплавку сырье из Норильска. Здесь было очень хорошо в те времена. Здесь все было зеленое, еще не было Норильской руды, поэтому не так было выжжено все. Вообще не было. Вот за этим комбинатом собирали ягоды. И вот тут вот за школой, вот тут наверх, около больницы, тут все везде собирали ягоды. Она слишком богата серой, поэтому начало выжигать тут все. У нас тут всякое было, что летом мы, например, могли листья почернеть все, опасться, еще к осени новые вырасти. Скручивались все. Тут было ужасно. От высоких труб комбината до норвежской границы меньше десяти километров. И плавильный цах никеля десятилетиями был главным кошмаром для соседей, жителей норвежской коммуны Сёрварангер. Содержание диоксида серы в воздухе на приграничных территориях в разы превышало предельно допустимые концентрации. Лес, который был на стороне норвежской озера, да, наше озеро вообще, так там видно было, как лес хуже намного стал у них даже, на их территории. И, конечно, это очень волновало. В Норвегии то и дело митинговали. В Киркенессе, до которого отсюда по прямой немногим больше тридцати километров проводили массовые экологические акции под лозунгом «Остановите советские облака смерти». А тамошние власти пытались то судиться, то как-то договариваться с владельцем комбината корпорации «Норильский никель». Конечно, когда газ на город, там, конечно, два раза дыхнешь, если ты не местный, и ноги подкашиваются. Местные привыкли. Вот. А в другую сторону от комбината, туда идут у нас сопки, туда в сторону Заполярного, там видели там выжженная, а, ну сейчас не видно снег, выжженная земля. Да. Наши, говорится, западные партнеры, как президент говорит, именно норвежцы, да, которые страдали от выбросов сернистого газа, предлагали достаточно серьезные суммы на софинансирование, на реконструкцию, дабы он не дымил. Но кольская компания почему-то не пошла на этот проект и решила, что ей выгоднее его закрыть, чем модернизировать. Олег, сын уже знакомый нам Ларисы Черкашиной, более 20 лет отработал на руднике Каула-Катсильваара, что в никеле. Начинал крепильщиком, стал замом главного инженера. Говорит, совсем скоро в поселке и руду перестанут добывать, потому что ее почти не осталось. По заверениям компании, там в планах еще работы лет на пять, ну вот я бы, наверное, то есть не согласился. Я предполагаю, что осталось года на три полноценной работы. Но это, опять же, причины объективные. Рудник старый, запасы истощаются. Олег рассказывает, что с 30-х годов прошлого века мало что изменилось, и что на рудниках все еще работают по старым финским и канадским технологиям. Что же до инфраструктуры поселка, то комбинат еще в 90-х, став частным предприятием, передал ее на баланс муниципалитета, и вкладываться в нее больше не желал. Инфраструктура изношена, естественно, запас советской прочности исчерпан. В очень плохом состоянии именно сети. Каждую зиму именно в Никеле, там, ну, я насчитывал до десятка аварий, которые, конечно, стыдливо называют почему-то плановыми ремонтами. А на мои вопросы, как могут быть запланированные ремонты теплосетей в отопительный период зимой, ну, как всегда, молчание. В самом Никеле непросто найти тех, кто готов поболтать с приезжими об особенностях местной жизни. Во-первых, это приграничная зона, и к любопытным здесь еще с советских времен относятся настороженно. А во-вторых, польская ГМК, закрыв плавильный цех в Никеле, предложила многим своим сотрудникам работу на других предприятиях по соседству. Жители боятся возмущаться, потому что большинство из них работает либо в компании, либо в администрации, которая также, как я предполагаю, скажу аккуратно, юридически, да, находится под контролем компании. И любые возмущения, они заканчиваются, ну, могут закончиться увольнением с работы. Норникель – главный налогоплательщик Мурманской области, а в таких поселках и вовсе царь и бог. И с ним предпочитают не ссориться, хотя исход жителей из Никеля начался задолго до объявления о закрытии плавильного цеха. За последние 20 лет население поселка сократилось вдвое, а после остановки производства этот процесс еще больше ускорился. Здесь много пустых домов, а цены на квартиры в Никеле сейчас в несколько раз ниже, чем в соседнем Заполярном. Хотя власти обещают, что жизнь вот-вот изменится к лучшему. Года два уже слышим и от пиарщиков компании, и от руководства области, и муниципалитета, что мы превратим Никель в туристический рай, что попрут толпами туристы смотреть на развалины Кольской сверхглубокой, что здесь все будет заставлено гостиницами. Но это, как всегда, оказывается просто очередным пиар-ходом. Пиар-ходом называют и автономную некоммерческую организацию «Вторая школа», которую учредила Кольская ГМК и местная администрация, и которая по замыслу чиновников и большого бизнеса должна научить сельчан предприимчивости, чтобы они сами сделали свою жизнь лучше. Мы находимся на территории, на третьем этаже школы, которая называлась номер два. Так как население идет от того, кто высвободился, и такой потребности в школах не стало, вот это вот муниципальное, скажем так, учреждение, оно стало невостребованным. Вот в том ключе, как школа. Здесь рассказывают, как делать бизнес и извлекать прибыль. Бюджет некоммерческой организации 120 миллионов рублей. И большая часть этих денег выделяется не на обучение, а на гранты и кредиты, тем, кто составил самые перспективные бизнес-проекты. Они получили беспроцентный займ до 30 миллионов рублей. И таких победителей было 11. По-разному складываются проекты, не скажу, что все проходит гладко. Но даже у наиболее перспективных почему-то не задалось. Самый дорогой и масштабный проект, металлургический мини-завод, до сих пор никак не реализован. И его теперь хотят исключить из программы финансирования. Еще одна бизнес-идея, молочная ферма «Казаки на севере» завяла по причине гибели ее автора. Есть еще проблемы из-за роста цен на стройматериалы. Пока наибольшие шансы на жизнь имеют кафе и вагончик с хот-догами, которые, впрочем, вряд ли заменят поселку комбинат с его рабочими местами. Впрочем, во второй школе говорят, что и не ставят целью обеспечить работой поселок. Ее директор, бывший подводник, сменивший когда-то атомную лодку на шахту рудника, уверен, что жители Никеля должны позаботиться о себе сами. А школа лишь предоставляет эту возможность. Да, он не будет двадцатитысячным, как в свое время. Есть магикане, которые вспоминают рассвет и так далее. Он не будет таким. Он трансформируется. Здесь не будет жить то количество населения. Но те меры, которые предпринимаются по сжатию поселка, те идеи, которые есть и которые реализуются в концепции, реализуются в проекты всевозможные и так далее, вот это зависит, наверное, от тех людей, которые здесь живут. Хотят ли они участвовать в этих процессах? В идеале, о котором, кажется, сегодня можно лишь мечтать, сделать из Никеля популярный туристический центр с необычным курортом, чтобы тебе и горнолыжные спуски, и глэмпинг, гламурный кемпинг на природе, и множество других, пока неведомых для этих мест, новшеств. Предусмотрены домики, которые будут расположены непосредственно на озере. Вот у нас озеро здесь прилегает, да. Там будут велосипедные трассы, можно будет покататься. Мы сейчас продумываем, там будет такие монстр-траки, да, то есть возможность покататься по технологическим дорогам, Белазовским дорогам, которые здесь есть. У нас есть скважина Скверлубокая. То, что Никель и весь Печенский район, расположенный вдоль границы, дает как преимущество, так и ограничение для развития. С одной стороны, строгий паспортный контроль. И даже россиянин вряд ли доберется до поселка, не побывав на допросе у пограничников. Но с другой стороны, есть Норвегия и тысячи ее жителей, которые беспрепятственно могут перемещаться по российской территории. Никель – это зона свободного въезда и выезда. То есть у нас есть приграничная территория, 30-километровая зона, где мы можем, проживая здесь, как бы свободно пересекать границу по карте жителей приграничья. То есть вам не нужна виза? Шенген нам не нужен. Ну вот если я хочу посетить Норвегию, 30-километровую зону Норвегии, то ради бога, я могу по карточке жителей приграничья спокойно въехать и выехать, так же, как и норвежцы. Но планы по созданию в Никеле курорта рискуют остаться всего лишь планами. Ведь граница из-за пандемии уже два года как на замке. И даже жители приграничных районов не могут ездить друг к другу в гости. Когда все это закончится, никто не знает. А тут еще и обострение отношений с НАТО подоспело. И здесь, на самых рубежах Североатлантического альянса с Россией, сейчас вряд ли найдется много желающих вложить деньги в развитие местного туризма. Турист должен приехать, что-то смотреть, что-то интересного. Хотя бы, не знаю, горнолежные, которые у нас вот эти сопки там маленькие, это ни о чем, что говорит. Надо что-то, если построят действительно, какие у них планы, типа горнолежные, вот тогда и турист появится. А так, до этого дня, что должен сделать турист здесь? Что смотреть? Зачем приехать? Агарон – владелец одной из двух гостиниц в Никеле. Но за четверть века он не заселял в свои дома ни одного туриста-иностранца. Его отель существует за счет командировочных, которые приезжают на комбинат или по приглашению местной администрации. Но никак не за счет зарубежных гостей. А из Норвегии едут. Товарищи приезжают до заправки, заправляются, заезжают в магазин, покупают свою чипси, кока-колу и обратно развернулись, уехали. У них сейчас тоже, как и у нас, Печенского района, безвызовый режим. Они заехали, затарились и уехали. Но Агарон эти суровые заполярные края очень любит. В Никеле он пустил прочные корни, построил дом, воспитал детей, открыл бизнес. Здесь прошла большая часть его жизни. С тех пор, как, будучи совсем молодым человеком, он приехал сюда за легкими, как тогда казалось, деньгами. Я приехал сюда в 95-м году продавать фрукты, овощи и так и остался. Почему? И все. Север понравился, люди хорошие. На севере лучше люди намного, чем на югах. По-честному. Тогда Никель был по-честному индустриальным поселком. Да, трубы комбината выбрасывали в небо диоксид серы. Да, дышать временами было тяжело и страшно. Но даже в этом промышленном тумане казалось, что у Никеля есть будущее. Потому в начале нулевых Огарон и не побоялся вложить свои накопления в гостиницу, планируя расширяться и дальше. 15 лет назад жизнь вкипел. Активная была жизнь. Люди зарабатывали, люди жили. Все было хорошо. До недавнего времени. Ну, до закрытия цеха уже стало, слух пошел, что закроется. Из-за этого немножко начало плохо. Люди уже стараются не ждать до последнего, что вот закроется и потом уедем. А заранее. Некоторые уезжают. Люди уже начали экономить денежки, чтобы на отъезд. Собираемся уезжать, значит, надо экономить деньги. А тут еще грядет и муниципальная реформа, после которой Печенгский район должен стать одноименным муниципальным округом. Только вот центром его будет уже не Никель, а соседний поселок Заполярный. Если они тоже, администрация переедет отсюда, Заполярный, то все, Никель будет богом забытой деревня. Все. Отельер Огарон готовится к тяжелым временам. В том, что здесь когда-нибудь возникнет туристический центр, он не верит. Значит, вполне возможно, придется закрывать бизнес и переезжать к родне в Краснодарский край. Но думать об этом Огарону не хочется. Ведь он давно и искренне считает себя аборигеном этих мест. До последнего буду жить. До последнего. Последний из Макикян. Уеду я. Последний, один из последних. Уеду я, наверное, отсюда. Да. Не хочется выезжать? Нет, вообще не хочется. Этим летом в Никеле провели гастрономический индустриальный фестиваль. Дело рук той самой второй школы. Работали несколько точек общепита и мастерские. На сцене выступала группа «Ногу свело». На праздник приехало около трех тысяч человек. Впрочем, местным гостиницам и предприятиям почти ничего не перепало. Потому как фестиваль ограничился лишь одним днем. А кое-кто из жителей Никеля и вовсе прозвали этот фест пиром во время чумы. Вот они вваливают эти деньги, концерты там делают, да. Так вы валите, сделайте трубу вот там, которая сгнила, воду, которую подают. Эти бачки, эти котлы сделайте. А потом уже мы будем плясать там под ваши эти дудочки. Ну, сделайте никель сначала. Владимир Петрович 30 лет проработал таможенником, но еще дольше увлекается музыкой и тоже устраивает мероприятия и концерты. Он не понимает, как это можно тратить огромные деньги на однодневный фестиваль, в то время как жителям поселка нечем заняться. И даже местный дом культуры сейчас закрыт на ремонт. Съездите в Заполярный? Ну, там вообще, ну, просто другое. Ну, я имею в виду, занимаются творчеством вот этих кружки художественных. Более развитым, да? Да, да, у них интересно. А у нас вот последний концерт был. 20 человек на концерте. У жителей Никеля есть и обратный пример того, во что может превратиться их поселок. В 40 километрах южнее когда-то тоже добывали никелевую руду. И там тоже был вполне себе процветающий рабочий поселок Приречный. Но в 90-е рудник ликвидировали. И за эти 30 лет населенный пункт почти перестал быть населенным. Ну, они посчитали, что нецелесообразно это все делать, опускать туда. Ну, они взяли и закрыли. И поселок просто умер, и все. Там и свиней держали такую, там и клубы были, школы все, сады были. Просто умерло все. Вот осталось там семь семей, осталось один пятиэтажный дом. Остальное все просто, просто все разрушили. Владимир Петрович, похоже, искренне переживает за вымирающее русское заполярье. Говорит, богатство этих мест озолотили кого угодно, только не местных жителей. И он сам, будучи таможенником, видел, как в начале 90-х советские еще начальники что-то усердно перевозили через границу. Приезжают четыре черных «Волги» райкомовских. И нам начальник сказал, если кто выйдет к ним на досмотр, будет уволен. Был такой, Ульянов. Мы так и сидели. И они два раза в неделю, эти четыре «Волги», проезжали без досмотра туда-обратно, и все еще смеялись. Наверное, золото партии вывозили. Прошло уже треть столетия, а денег в никеле так толком никто и не видел. А теперь, когда из поселка уходит и градообразующий металлургический гигант, надежды на процветание не остается и вовсе. Единственный вопрос, которым здесь многие задаются, куда же ушли все те деньги, которые десятилетиями вынимали из недр этой суровой, но красивой земли. Имеет такие бешеные деньги, которые я здесь, Норильский Никель, схапнул. Товарищ Пайтанин и все окружение его. Здесь можно крыши золотые сделать у этого крошечного поселка. Посмотрите, какой он хорошенький. Он расположен очень хорошо. Его же можно вот в порядок. Он же, ну, полтора километра на полтора километра. Да неужели за столько лет не привести в порядок туда дома бы игрушки? Им особенно обидно сравнивать свой поселок с норвежскими соседями, которые живут в таких же климатических условиях и у которых до недавних пор были схожие социально-экономические проблемы. В Норвегии, как и в России, тоже закрывались шахты и добывающие предприятия. Но соседний Киркинес сегодня процветает, зарабатывая на логистике, торговле и туризме. Киркинес как был, так и остался. Там примерно пять тысяч, наверное, проживает. Все нормально живут. Находят что. Все работают. Если кто-то там без работы остался, им оплачивают это все. Находят, переучивают. Лариса Николаевна до пандемии ездила туда к друзьям, словно в соседний поселок. Да, в общем-то, это и есть соседний поселок. Говорит, из Сванвика в бинокль однажды увидела, что форточка на кухне не закрыта. Мы тут все дружили, пока этого ковида не было с 92-го года. Мы все друг друга знаем со Сванвика из Киркинеса. У нас много очень друзей. И норвежцы очень такие простые, дружелюбные люди. Обычные такие. Из Норвегии приезжали на празднование, да? Подметут вот тут немножко улицу Гвардейские, почистят вот тут вот. Та же во дворы. Бывало, звоню, говорю, как вам не стыдно, сегодня восьмое. Такое грязище. Люди пойдут вот по этой улице сюда. Вот памятник уже мы тут всех ходили на митинг, на все. Ну, надо хоть мусор собрать. Учителя вот норвежские, с которыми я дружила, все, они говорили, да вы нас образовывали не во много раз. Мы по три-четыре предмета ведем, учимся три года, а вы пять лет на одном. Мы даже не знали, что у вас такой уровень вообще. Да все проще. Они почему-то живут вот так. А мы-то здесь, вот почему? Одна и та же, природа, все тоже. Такой комбинат был, такие бешеные деньги, такие миллиарды. И ничего не оставили, ничего. Здесь, под самым боком у вечно наступающего на Россию НАТО, в части неспешной ходьбы от рубежей Родины особенно чувствуется разница между тем, как есть, и тем, как может быть. Возможно, именно поэтому жителям Никеля так обидно за себя и за державу, которая так хочет быть великой, но никак не поймет, что ее величие не в том, сколько руды она добывает и сколько ракет сделает, а в том, как живут ее граждане в таких вот небольших населенных пунктах на самом краю огромной страны.